HD Movie Production представляет Производство Aviva Film Исполнительный продюсер Бенджамин Краузе Режиссер Атилла Тенки Джунгли. Волшебство другого мира в 3D Пура-вида Это образ жизни, ее восприятие жителями Коста-Рики Мужчинами Тикос и женщинами Тикос В переводе с испанского Пура-вида «чистая жизнь» Буквально это означает «жить без «но» и «если» Так, словно каждый день последний Это латиноамериканская страна Красноречивое название которой Во многом объясняет ее коллективное национальное самосознание Коста-Рика переводится «богатый берег», подразумевая богатство ее природы Одной из главных сокровищниц которой являются тропические леса, а также обилие фруктов и пряностей Для жителей Коста-Рики тропические леса представляют собой сердце страны Они также положительно влияют на наш климат Являясь домом для тысяч растений и животных Самые маленькие обитатели часто самые шумные, как в случае с цикадами Может они и крошечные на вид, но их монотонность трек – это один из самых типичных звуков джунглей Давайте прислушаемся и сами убедимся в их таланте и голосовых способностях Деревья в джунглях по час могут достигать более 40 метров И на каждом этаже этих высоток существует собственный мир И мир этот, конечно же, полон секретов Благодаря этому костариканцы считают тропические леса также местом легенд и волшебства Одним словом, Коста-Рика является собой идеальный тропический рай К сожалению, две трети тропических лесов уже уничтожены Одну же треть удалось сохранить благодаря пришедшему в последний момент Осознанию правительством проблем окружающей среды и необходимости защиты своей удивительной природы Были изданы строгие законы по охране экосистемы В результате принятых мер джунгли восстановились, превратившись в настоящую туристическую достопримечательность Что может быть прекраснее этих бесконечных зеленых зарослей, разнообразных ароматов и нескончаемых открытий на каждом шагу? Например, бутоны этой орхидеи, которые в скором времени так изумительно зацветут Здесь произрастает 1200 различных видов орхидеи В этом райском саду ничему помогать не надо Здесь все растет и цветет само по себе Даже если вы плохой садовник Да, а что бы мы делали без кислорода? И кем был бы знаменитый тарзан без лиан? Не стоит бояться гулять по джунглям Дикие хищники здесь встречаются редко Да, есть, к примеру, ягуары, но они одиночки и избегают чужого внимания К тому же мы находимся за пределами охотничьих угодий крупных кошачьих и рептилий И все-таки иногда следует посматривать вверх То сломанная ветка, то тяжелый плод периодически падают с верхних ярусов деревьев Самые опасные обитатели джунглей довольно малы и незаметны К ним относятся определенные виды муравьев, как эти эцетоны Которые, нападая всей своей армией, могут угрожать даже такому крупному животному, как лошадь Муравьиные тропы можно разглядеть только при тщательном осмотре земли Исключением являются эти муравьи-листорезы Их трудно не заметить Из растений, ставших их добычей, образуется компост На котором выращиваются грибы, служащие едой этим трудолюбивым насекомым Джунгли живут и пребывают в постоянном движении Субтитры создавал DimaTorzok Перед тем, как продолжить изучение внутренностей джунглей Переведем дух от изумительных по красоте пляжей, подступающих к ним Среднегодовая температура воды 28 градусов В расположенных на Тихоокеанском побережье районах Коста-Рики Создает идеальные условия для купания Самое первозданное место в этих краях – полуостров Никойя в провинции Гуанакасте Те, кто хочет избежать туристической суеты, найдет здесь пустынные пляжи И сможет почувствовать себя Робинзоном Крузо Национальный парк Мануэль Антонио располагается на 7 квадратных километрах центральной части Тихоокеанского побережья Это самый маленький национальный парк Коста-Рики Он популярен как у туристов, так и у местных жителей Благодаря пышной растительности и пляжам с белым песком Хотя в парке произрастают 350 видов растений Обитается выше 100 видов млекопитающих и около 200 видов птиц Животная жизнь почти незаметна Из-за достаточно большого числа посетителей Но прогулку по этим живописным местам обязательно стоит совершить Здесь вы сможете полностью расслабиться и насладиться мягким бризом и шумом волн Субтитры создавал DimaTorzok Колоритная красота национального парка Карковады также уникальна Непроницаемый, вечно зеленый тропический лес Пустынный берег Тихого океана, мангровые рощи и пресноводные болота Характеризуют этот экологический рай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы с вами видим основного и многопрофильного поставщика пищи и стройматериала в джунглях кокосовая пальма. Ее плоды используются для еды и питья, древесина для постройки хижин, а листья для кровли крыш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Древесный полог в Национальном парке Карковада достигает рекордных высот. В некоторых местах была зарегистрирована высота почти в 80 метров. Среди 140 видов различных животных, обитающих здесь, присутствуют и все виды обезьян, для которых Коста-Рика является родным домом. Эти обезьянки, весело прыгающие по ветвям, называются беличьими. Почему они получили такое прозвище? Присмотритесь внимательнее, и все станет ясно. А еще они удивительно похожи на нас в том, что касается мучного. Так что получше спрячьте хлеб или печенье. Мы пробираемся сквозь густые ветви национального парка Браулио-Карильо. Это довольно непросто. Парк очень большой, в нем много посетителей, и всего несколько тропинок, ведущих вглубь. Лес здесь поделен на три участка. Зургуи, Карло, Кабрады, Гонсалес и вулкан Барва. Высота парка над уровнем моря колеблется от 36 до почти 3000 метров. На его вершине расположен дремлющий вулкан Барва. Браулио-Карильо включает в себя пять различных экосистем. С увеличением высоты воздух становится более разреженным и холодным. Те, кто захочет подняться так высоко, может воспользоваться канатной дорогой, которую местные называют Телеферика. Но мы останемся здесь, на земле. Как видите, тут она не такая плодородная, несмотря на буйную растительность вокруг. Из-за постоянно влажного климата почва обедняется, теряя питательные вещества. Поэтому растениям приходится брать их у своих мертвых сородичей. Те, кто захочет брать их у своих мертвых сородичей. Телеферика 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 Телеферики Телеферики Телеф Телеф Потоки, реки, озера, водопады, чистая природа и разнообразие. Вот что мы ощущаем в национальном парке Ринкон де Вьеха. Здесь довольно часто встречаются игуаны. Может и нам еще повезет встретить этих интересных животных. Продолжение следует... Сочная темная зелень характеризует первичный лес. Давайте немного прогуляемся по нему. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, это банановые листья, из которых тикус готовит свои знаменитые тамалис. В них заворачивают вареные зерна кукурузы. Пальчики оближешь. ДЖОНГЛИ ДЖОНГЛИ Восхитительный мир с удивительным и абсолютно естественным жизненным циклом. ДЖОНГЛИ ДЖОНГЛИ А вот и игуаны. Буэнос диас амиго. Довольно крупный образец. Если не будем шуметь и не спугнем его, сможем немного понаблюдать за ним. Игуаны обычно живут на земле, но и на скалах им тоже удобно. Поэтому на деревьях их почти не бывает. Самцы кусают самок за шею, демонстрируя свою любовь. Невооруженным глазом видно, что хвост у них длиннее тела. Их не назовешь заботливыми родителями. Детенышам с детства приходится думать о себе самим. А это пеликаны. В Ринкон-де-Вьеха обитают 260 видов различных птиц. Мы не будем выяснять и запоминать названия каждого, но послушать их будет здорово. Это грифы индейки. Сегодня у них на обед рыба. Приятного аппетита, ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего в стране произрастает 12 тысяч известных видов растений, не все из которых еще описаны. На один гектар тропического леса в среднем приходится 200 различных видов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тропических лесах всегда тепло. Температура круглый год держится в пределах 25-28 градусов. Благодаря этому джунгли Коста-Рики удивительно живописны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Путешествие по джунглям не просто прогулка. Здесь не встретишь пешеходных дорожек, как в городах, к которым люди так привычны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА